Электрофанк, хаос и диско. Микс из таких танцевальных ритмов создают музыканты группы Интердир. Она была образована в столице Приморья 6 лет назад и быстро нашла своих слушателей. Вскоре группа получила похвалу Ильи Лагутенко, выступила на закрытии Сочинской Олимпиады и обосновалась в Санкт-Петербурге. Но не забывают и о родном городе. Каждый год приезжают во Владивосток с концертами. Что готовит Интердир в свой новый приезд, узнаем сегодня от самих музыкантов. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. У нас в гостях сегодня музыканты группы Интердир. Таня Ургуяна Баланова, вокалистка группы, бас-гитарист Владимир Легостаев и гитарист Алексей Яковец. Здравствуйте. Привет, Владивосток. Ребята, я очень рада вас видеть и поздравляю с еще одним очередным приездом во Владивосток. Спасибо. Очень здорово, что вы не забываете приезжать и давать концерты здесь. Но я знаю, что вы готовите сейчас альбом. Расскажите о нем скорее, потому что очень интересно. Это будет ваш первый альбом за столько лет. Наконец-то вы его собираетесь выпустить. Это будет наш материал, накопленный за последние пять лет, который мы переписывали кучу раз, который очень много трансформировался, изменялся. И сейчас мы готовы, наконец, его закончить. И мы очень им довольны и надеемся, что он всем понравится. Хорошо. Что будет вообще в этом альбоме? Какие песни? Будут ли там песни на русском языке? Или у вас будет что-то отдельное с русскими треками? Да, с отдельным треком у нас будет отдельный EP. А в альбом войдут треки, которые были сделаны уже в период, который мы прожили, пережили. И хотим уже просто запечатлеть его, положить на полку, смотреть и радоваться. Будет такое классическое звучание интервью. Да. Это как машина времени. Мы перемещаемся в 2012-2014 годы, и до нас это много значит. Ребята, но у вас песни в основном на английском языке. Почему так получилось? Ну, это произошло сначала само собой. Изначально все тексты были на английском языке, потому что, не знаю, в то время мы больше слушали музыку, мне кажется, такую зарубежную на английском языке. Это казалось таким более привычным чем-то. Прогичным, да. И английский язык, он очень мелодичный, очень приятный именно в таком плане. Но потом, да, это случился такой перелом, что мы решили сделать песни на русском языке. Сначала мы просто душевно играли однажды с Лешей на закате. Ну, все. И получилось клево вроде. Ну что, все. Ну да, все было еще немного сложнее. Но в какой-то момент стало понятно, что хочется большей аутентичности, хочется чувствовать себя частью русской культуры. И поэтому я начал плавно продвигать идею создания музыки на русском. Потому что мы думаем на русском, мы говорим на русском, и это очень важно. Потому что я хочу, чтобы, когда через много лет кто-нибудь раскопает пластинку с нашей музыкой, он услышал русскую группу. Ну, это важно. Мы ведь часть русской культуры. Мы должны быть такими. Но при этом у вас название на английском языке. Ну да. Не хотели поменять его, может быть, и на русский тогда, чтобы... Ребята, а что оно значит? Ничего не знаю. Это классический вопрос. Я не приснился сон с этим словом однажды. Она пришла ко мне и сказала, мне приснился сон с этим словом однажды. И мы взяли это название. Интересно. Вообще, это такое слово, которое ничего больше не означает, кроме как название нашей группы. То есть, если пить в интернете интердир, то ничего, кроме интердир, не вылезет. Хорошо. Ну вот, кстати, еще про русский язык. Сейчас же молодую сцену покоряют в основном, не знаю, такие исполнители, вот сейчас, как Мэджикул, Электромонтер, например, Фараон, например. И они поют на русском языке, да? Это сейчас стало модно. То есть, даже круче, чем петь на английском. А вы знаете, так всегда было модно? В любые времена русскоязычные исполнители были более популярны в России, чем нерусскоязычные исполнители. Например, Мумитроль, Земфира, группа кино, они ведь никогда не пели на английском. Поэтому это не тенденция, так всегда было и есть, и будет. А как к вам относятся, как к группе? Вы замечаете, не знаю, какие-то отзывы о себе? Как вас публика принимает? Да, нас прекрасно принимает публика. У нас очень разная публика. Это могут быть более взрослые люди, это могут быть совсем юные люди, люди, которые разбираются в музыке, не разбираются в музыке, которые слушают электронную музыку. Совершенно разную музыку. Ну и всем, как правило, нравится. Да. Музыка очень простая и доступная, но в то же время она сделана искренне, и это имеет свой отзыв. Хорошо, а что у вас за столько лет изменилось в звучании? То есть, например, треки, которые вы писали, да, когда только группа образовалась, и то, что вы записываете сейчас, что поменялось? Изначально у нас были живые барабаны, у нас была электрогитара и бас-гитара, и все строилось на этих трех составляющих. Сейчас все наши звуки — это звуки драмашин, и от гитары мы уже совсем отходим, стало намного больше синтезаторов, стал синтезаторный бас, мы углубились в это все, и очень любим японские синтезаторы, там, между 80-м и 90-м годами выпуска, аналоговые и FM-цифровые синтезаторы. Так что да, у нас стало много электронного звука. Это намного интереснее. То есть это просто как элемент эксперимента, или все-таки сейчас все больше к электронике стремятся? Нет, мы полностью перешли на это. То есть сейчас для гитары, для бас-гитары осталось совсем мало места, но это не страшно, нам это тоже нравится. Просто электронный звук позволяет выбрать в огромной палитре и создать свое уникальное звучание, чего ты не можешь сделать с классическими инструментами. Кстати, можно прямо сейчас нашим зрителям открыть небольшой секрет, о том, что в конце программы они смогут услышать пару ваших треков. Совершенно верно, так и есть. Кстати, еще про бас-гитару. Вова, я знаю, что ты остался в Волгевостоке, в Санкт-Петербург ты не переезжал. Верно, верно. И как сейчас, когда ребята приезжают, как вы, не знаю, слышите друг друга по музыке? Отлично, мы собираемся, репетируем, проводим вместе время, то есть никаких проблем с этим нет. Ну, в Петербурге у вас другой, да, гитарист? Нет, мы играем вдвоем в Петербурге. А, вдвоем. Сейчас, да, вдвоем. У нас были разные составы, но в итоге мы пришли к тому, что нам вдвоем там удобнее играть. Сейчас. Хорошо, тогда еще вопрос про ваше выступление на закрытии Олимпийских игр. Я думаю, что он, конечно, очень популярный, но очень интересно, как вас туда пригласили и как все прошло. А, это новость нам принес Вова. Значит, мне написал наш приятель Владимир Ким и спросил, не хотим ли мы поехать выступить на Олимпиаду, на закрытии Олимпийских игр. Я сказал, конечно же, хотим. Ну и, собственно, дальше уже помог нам организовать все это. И так мы туда и попали. Да, мы летали втроем. Из Петербурга, из Владивостока. И там встретились. И играли в Олимпийских деревнях, даже в нескольких. У нас было несколько концертов. Это было очень весело. Очень красиво. Но там залы были больше? Нет, там было что-то типа клубов для спортсменов из разных стран, которые жили в этой деревне. И они вечером приходили в этот клуб, проводили время. Ну и, собственно говоря... И мы проводили время. Ну и да, тоже. Хорошо. А что тогда за история с Ильей Логутенко? Или вы сейчас развеете миф, что нет никакой истории? То есть, что он высказался по поводу вашего творчества? У вас с ним был какой-то диалог? Нет, у нас никогда не было с ним диалогов. Два раза мы играли с ним небольшие концерты. Ну как? Это выходило случайно, скорее. И кто-то нам сказал, что Илья Логутенко про нас так сказал. Он это сказал в интервью, у Владивостока 3000, насколько я помню. Но лично мы никогда не общались. Никогда не пересекались. Я общался, но... На другие темы. Да, на другие темы. Тогда не могу не спросить у вас про популярность. У вас есть в группе лидер? Конечно. Это Алексей Ковец. Хорошо, тогда как вы ощущаете себя, что вот вы уже что-то сделали, что-то сделали много, либо еще не сделали чего-то в музыке? Считаете ли вы, что вы уже чего-то достигли? И что вы звезды, например? Я думаю, пока рано заявлять о таком. Еще многое предстоит сделать. Да, и возможно, это даже вредно заявлять о таком, что ты звезда. Конечно, мы чего-то добились, но мы добились скорее внутренних успехов, какого-то осознания себя и понимания музыки, которую мы хотим делать, эмоции и смыслов, которые мы хотим вложить, но альбома все еще нет. Когда он выйдет, тогда я смогу смело заявить, что да, мы достигли, потому что это серьезный результат. Ну, то есть альбом можно считать как раз-таки... Да, очень важный этап. Да, определенный такой порог. Да, очень важный этап. То есть звездная болезнь у вас никто в группе не болит? Нет, слава богу, нет. Ребята, ну, очень интересно еще узнать, конечно, что у вас происходит в группе, какие планы и что ждет зрителей на вашем завтрашнем концерте. Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем беседовать с музыкантами группы Интердир. Ребята, в своем летнем интервью саундчеку я посмотрела, что вы рассказали, цитирую, никто во Владивостоке и сейчас тоже не делает ничего в этом направлении. Видимо, в этом был и какой-то наш первый успех. Вы имели в виду диско. Речь шла как раз-таки о диско-проекте, о направлении, в котором еще никто ничего не успел сделать. Как вы сейчас оцениваете развитие диско, наверное, на российской сцене и, может быть, во Владивостоке в частности? В Владивостоке диско-пультура существует только в виде диджей-сетов, каких-то коллекционеров диско. Все. Никто не играет это вживую, никто не воспринимает эту музыку. И, к сожалению или к счастью, я даже не могу представить, чтобы кто-то здесь это делал. По поводу российской сцены действительно появляются какие-то имена. Моя самая любимая диско-группа из России — это Magic Cool. Конечно, мы с ними даже познакомились. Однажды мы были на съемках их клипа случайно в одном классном особняке в Петербурге. Для меня это пример идеального звучания русского диско, это точно. Еще у Вани Дорна очень интересные штуки по аранжировкам, тоже в диско-струе. А вы ориентируетесь на кого-то, может быть, из иностранной сцены? Да, конечно. Но это до 90-х годов в основном артисты. Их довольно много. Вот из современных артистов наш любимый — это Торо Муа. У него самый интересный звук на наш вкус. Хорошо. Вообще во Владивостоке очень часто группы уходят либо в Инди, либо в Инди-рок. Может быть, потому что у нас море, меланхолия, что-то такое. Вы сейчас можете отметить какие-то изменения, какую-то группу выделить. Ну, самая такая громкая, именно когда ты смотришь со стороны оттуда, из Петербурга, самая такая главная группа сейчас — это Стар Кардиган. Но я никогда их особо не слышал. Мне кажется, они крутые, но я бы не стал это слушать в плейере, скажем так. Почему? Ну, я не люблю такую музыку, это не мое. Но, тем не менее, я считаю, что они добились больших успехов в своей подаче, в своем менеджменте, в своем развитии. И нужно брать пример с них многим. Потому что в Владостоке еще многие музыканты не следят за своим каким-то именем, за своим лицом, за развитием, за тем, как себя презентовать. Это очень важно. Хорошо. А как вообще себя тогда нужно презентовать? Наверное, Нюргуяна, я тебя попрошу ответить. Может быть, просто тебе, как вокалистке, мне кажется, важнее всего уметь себя подать. Это все должно быть все равно искренне, но не переходить каких-то, может быть, чрезмерных рамок в любом случае. Не знаю, нам всегда очень нравилось, как подавали себя артисты в советское время. У них было что-то особенно такое возвышенное. И это просто красиво и приятно, мне кажется. Сейчас все уже идет к тому, что ну, это может быть даже хорошо, что как-то проще, легче. Это тоже классно. Но мне кажется, что должны быть какие-то рамки, которые ну, просто лучше не переходить. Хотя, не знаю, может быть, все. А насколько важен внешний вид? Потому что, Леша, ты сейчас стоишь, например, в очках зелеными стеклами. Мэджи Клод, например, выступает в каких-то леопардовых леггинсах и малиновых пиджаках. Насколько важно быть на стиле диска? У нас есть одна забавная история. Однажды мы выступали в Хабаровске и Вова приехал туда в шортах. Это было лето. Я сказал, Вова, никаких шортов на сцене. Только через мой труп. Это был момент, когда мы чуть все не переругались. Да. Ну, я считаю, что внешний вид артистов на сцене имеет огромное значение. Он не должен быть каким-то эксцентричным обязательно, но он должен быть соответствующим творчеству. И, ну, он должен быть оригинальным. Ты не должен выходить в том, в чем ты спишь, на сцену, или как твой сосед, который выходит выбрасывать мусор или просто идет куда-то вечером. Ты же артист, тебе должен быть образ сценический, ты должен вдохновлять людей, и одежда — это большая часть образа. Так что это очень важно. Мы стараемся следить за этим. Ты согласен с этим? То есть, например, когда ребята приезжают, заставляют ли они тебя переодеваться во что-нибудь такое более эксцентричное? Ну, заставляют, но, в принципе, меня как бы все устраивает. То есть, мне нравится. Мы не стремимся выглядеть как-то эксцентрично. Просто нам нравится более винтажный стиль, более винтажный вид, и мы к этому стремимся. Хорошо, Нюргаяна, твой голос назвали золотым голосом Якутия. Я даже такое, да, слышала. Правда ли это? Или кто это оценивал? Ну, я не знаю, на самом деле. Я точно это оцениваю. Я не знаю, кто это сказал, или это просто как, ну, знаете, какая-то такая молва, наверное. Ну, не могу точно сказать, где это был. Вот. Но это просто приятно слышать. Достоверной информации нет. Ну, почему же? По-моему, достоверная информация. То есть мать себе золотой. Надеюсь, когда-нибудь нас привезут играть в Якутск. Да, это кинем. А вы не выступали в Якутске? Нет, ни разу. Почему? Сложности в логистике, как-то там с местами проблемы, с концертными площадками. Мы бы договаривались пару раз, но все слетало, потому что либо не было денег, либо там площадка была не готовая. Очень дорогие билеты. Да. И как-то мы решили, что уже, наверное, на какой-нибудь стадион приедем туда. А вы в основном в России выступаете или у вас были какие-то выезды за границу? Нет, у нас еще не было выездов за границу, но в ближайших планах у нас Финляндия, может быть, еще какая-нибудь ближняя Европа, типа Польша. Да, еще мы очень хотим в Японию и в Китай. Мы знаем, что уже начались какие-то экспедиции из Владивостока, музыкальные в Китай. Первыми были Star Cardigan, и сейчас еще мы даже уже ведем переговоры с менеджером, который занимается этим, и мы очень хотим съездить в Китай. Но Япония, это как самое главное мечта для нас, наша любимая страна. Мне кажется, в Азию уехать нужно обязательно, раз вы из Владивостока, то куда же поехать? в первую очередь, как не в Азию. Тем более с такой вокалисткой. А кстати, вы когда познакомились, кто кого, не знаю, первый оценил? Либо Нюргуяна оценила музыку, Леша, Леша, голос оценил? Я играл вообще в другой группе с другими музыкантами, и нам нужен был вокалист. Я не хотел девушку, я не хотел, чтобы был женский вокал, потому что до этого я играл с девушками, такие капризные, я подумал, нет, только никаких девушек больше. И мой соратник по музыке говорит, есть одна классная вокалистка, она тебе понравится. Я такой, окей, давай послушаем. Вот, и Яна пришла, и сразу же стало ясно, что нужно делать что-то вместе. Потом мы остались вдвоем, те все ребята куда-то ушли, и мы начали делать всем новую музыку и пригласили Волода. Потому что он был специалистом. Мне позвонил Леша и сказал, Волод, не хочешь поиграть с нами на басу в диско-группе? Я сказал, конечно, давай попробуем. Мне было 19 лет, и я только начал интересоваться диско-музыкой. Он уже был глубоко в диско-музыке, на самом деле. Он был специалистом. Поэтому мы прям быстро нашли общий язык в этом плане. Благодаря Вове очень много открыл для себя. И почему Вова не поехал в Санкт-Петербург, если не секрет? Ну, у меня были некоторые моменты по учебе, по работе и так далее. Поэтому я решил остаться здесь. Просто мне кажется, очень здорово и интересно то, что несмотря теперь на расстояние, да, вы все равно сохранили вот эту вот и дружескую связь, и музыкальную, и когда приезжаете, все равно собираетесь с тем составом, с которым все и начинается. это тоже о многом говорит. Это очень важно для нас. Если Вова доедет однажды до Петербурга или Москвы, мы и там соберемся вместе. Где угодно мы соберемся вместе, если будет возможность. Хорошо, но завтра у вас будет концерт в одном из наших рок-клубов, в одном из старых рок-клубов с новым названием. Что ждет зрителей на концерте? Перформанс. Зрители ждут любимые хиты, старые шлягеры и новые песни на русском языке. Все-таки вспомните что-то уже новое на русском. Да, конечно. У нас будет две композиции на русском языке. Электронные барабаны, бас-гитара и много синтезаторов. И она будет сиять, блистать, как жемчужина посередине всего этого. Вот что следует ожидать. И много танцев, потому что мы играем в танцевальную музыку. Это главное. Главное танцевать. А разве диска может быть не танцевальной? Нет, не может быть. Поэтому завтра будет много танцев. Хорошо, ребят. Спасибо вам большое, что вы пришли. И я хочу напомнить, что сейчас мы перейдем к интересной части музыкальной. И зрители увидят все-таки вживую уже, что вы делаете, посмотрят на ваше творчество. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну а мы сейчас услышим, как играет группа Интердир прямо здесь, в нашей студии. Да. Спасибо всем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...